Приветствую всех! Вы на канале Ерешу, меня зовут Ирина, и как вы уже поняли по названию, сегодня мы с вами поговорим о сочинениях 9.1, 9.2 и 9.3 ОГЭ по русскому языку. Если для вас это интересно и актуально, то продолжайте смотреть. Как только вы поймете, что это видео окажется для вас полезным, то, пожалуйста, поддержите меня лайком. Проверьте, подписаны ли вы на канал. Если вдруг еще нет, то обязательно подписывайтесь, потому что вам предстоит сдавать ОГЭ, а потом ЕГЭ, и мой канал вам точно пригодится. Проверьте, нажат ли у вас колокольчик, если вдруг еще нет, то его тоже нажмите, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых видео на канале. Возможно, вы уже видели мои ролики о сочинении ОГЭ по русскому языку, и, возможно, вас смутило, что в них я говорила номера 15.1, 15.2, 15.3. Все потому, что с этого года произошли изменения в тестовой части ОГЭ по русскому языку, и изменилась нумерация, но сами сочинения вообще никак не изменились, изменились только номера. Соответственно, все сочинения ОГЭ по русскому языку на моем канале уже подробно разобраны, есть примеры написания сочинений, есть клише, все доступно, все актуально. Ссылку на плейлист я оставлю в описании к этому видео. Также на моем сайте есть отдельный урок только по сочинениям, где нет никаких других видео. Ссылку на него я тоже оставлю. А в этом видео я кратко расскажу о всех типах сочинения ОГЭ по русскому языку. Но начну с общей структуры, с общего плана любого сочинения, какое бы вы не выбрали. Так как вам предстоит писать сочинение рассуждения, то общий план такой. Сначала вам нужно написать вступление, в которое должен входить тезис, который вы дальше будете аргументировать. В основной части будут два аргумента, которые будут иллюстрировать, доказывать ваш тезис, и затем должен быть вывод. Все просто. Сочинение 9.1 это сочинение рассуждения на лингвистическую тему. Вариантов того, что именно вам может попасться, великое множество, начиная от языка и речи, и заканчивая морфемами или частями речи, чем угодно. В общем, все, что может быть связано с лингвистикой, вам может попасться. Вам предлагается высказывание ученого на лингвистическую тему. В первом абзаце вам нужно прокомментировать это высказывание. Не просто своими словами переписать его, а именно прокомментировать, добавить что-то от себя. Желательно еще, конечно, перед тезисом написать вступление, то есть подвести к этой теме. Предположим, тема касается местоимений. Можно начать с того, что в русском языке есть много частей речи, в том числе и местоимения, которые играют такую-то, такую-то роль, и затем уже будете комментировать высказывание, то есть формулировать тезис. Затем, чтобы проиллюстрировать ваш тезис, нужно привести два примера из исходного текста, который вам дается, и написать вывод. Чаще всего в этом типе сочинения аргументы будут иллюстрировать что-то противоположное, например, разные функции местоимений или разные точки зрения на заимствование, если они есть в исходном тексте. Не обязательно так будет всегда, но чаще всего получается именно так. Сочинение 9.2 это сочинение рассуждения, связанное с отрывком из исходного текста. Вам нужно подумать и написать, какую роль играет данный вам для анализа отрывок. 100% это не будет какая-то рандомная цитата, в ней будет затрагиваться важная тема, с которой можно начать ваше сочинение. Предположим, в цитате будет говориться о бездушии или о жестокости, тогда можно сначала в принципе рассмотреть это понятие, а потом уже прокомментировать данную вам цитату. Затем в основной части нужно привести снова два примера из исходного текста, два разных примера, иллюстрирующих ваш тезис, и написать вывод. Что значит два разных примера? Это могут быть два разных персонажа, это может быть изменившаяся точка зрения одного и того же персонажа. И важно не просто привести примеры из исходного текста, не просто процитировать предложение или указать номер предложения, нужно еще и прокомментировать, какую роль играют эти примеры. А в выводе к любому сочинению важно не повторять то, что уже было написано во вступлении или в основной части. В выводе нужно подвести итог всему сочинению, и можно сообщить какую-то дополнительную информацию. Например, если это сочинение 9.1, и оно у вас было о союзах, и вы рассмотрели две функции союзов, то в выводе можно указать и еще какие-то другие функции союзов. И осталось сочинение 9.3. Это сочинение по определенному термину, которое нужно прокомментировать. Не обязательно формулировка должна быть заучена, не обязательно вы должны цитировать словарь. Вы должны написать так, как вы понимаете, что такое любовь, дружба, взаимопонимание, предательство, ложь и так далее. Затем вам нужно снова привести два примера. Только в этом сочинении можно приводить второй пример из жизни. Но опять же, обращая ваше внимание на критерии оценивания, чтобы получить три балла по второму критерию, можно приводить оба примера из исходного текста. Изучайте внимательно критерии. То есть можно привести один пример из текста и один пример из жизни, можно привести оба примера из текста. Что значит пример из жизни, я рассказывала подробно в отдельном видео. Если его не смотрели, то перейдите, посмотрите, сейчас подсказка появится. И затем, как обычно, после второго примера должен быть вывод. Какое сочинение выбирать, к какому сочинению готовиться? Часто вы меня спрашиваете. Нужно готовиться ко всем сочинениям. Хотя бы по два-три сочинения каждого типа вы должны написать. Если затем вы понимаете, что какое-то сочинение вообще не идет, то можете уже, конечно, его отложить и готовиться к двум типам сочинений. Но к одному типу сочинения в течение всего года готовится очень глупо. Потому что вам может попасться такой вариант, в котором конкретная тема из этого типа, например, 9.3, вам будет совершенно непонятно. Вы не сможете сформулировать определение. А к другим типам сочинений вы не готовы. И что вы будете делать? У вас получится корявенькое сочинение 9.3. Самое главное, никого не слушайте. Если вам говорят, что сочинение 9.3 самое простое, 9.2 самое простое, 9.1 самое простое, вам говорит человек, для которого этот тип сочинения самый простой. Сколько у меня было девятиклассников, столько было и мнений. Кому-то действительно 9.1 сочинение кажется проще и интереснее. Кому-то 9.3. А тому же человеку, которому больше нравится 9.1, 9.3 кажется очень сложным и непонятным. Поэтому вы должны для себя выяснить, что вам кажется проще, понятнее и интереснее. Если вдруг так получилось, что почему-то в вашей школе не готовят к ОГЭ по русскому языку или учитель не проверяет сочинение, то я напоминаю, что я проверяю сочинение своих спонсоров уровня максималист. Подробно о спонсорстве я рассказывала в отдельном видео. Опять же, сейчас подсказка появится. Перейдите, посмотрите. Вы можете отправлять мне сочинение на проверку, если станете спонсором канала. Если у вас остались вопросы по сочинениям ОГЭ, то задавайте их в комментариях к этому видео. Если у вас есть другие вопросы, то задавайте их в моей группе ВКонтакте через функцию «Предложить новость». Если хотите читать об интересных правилах русского языка, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если вам интересно читать про другие сферы моей жизни, то подписывайтесь на мой инстаграм. Смотрите видео о других заданиях ОГЭ по русскому языку. И будьте и решу, ведь я все решу. Люблю вас, их целую. Удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok